Карантинную зону отцепили железным ограждением. На въезде установили бетонные блоки. У всех, кто выезжает или хочет заехать, полицейские проверяют документы. Раньше это была одна из самых оживленных улиц столицы. После объявления карантина она опустила за день. Выходить можно в продуктовый или аптеку, но они должны находиться возле дома. Отправиться за булкой хлеба на другой конец города не выйдет. Разговор со стражами порядка недолгий. Время разъяснений и предупреждений прошло, говорят сотрудники. Пора переходить к более жестким мерам. Нарушителей оформляют. За неповиновение полиции гражданам грозит штраф в 26 тысяч тенге. Либо арест на 15 суток. Дешевле, а главное, безопаснее сидеть дома. В городе отцеплено 9 домов на карантине. В карантинной зоне сегодня провели масштабную дезинфекцию. Более 200 человек совместно с военными. В более 2800 домах также проведена дезинфекция. Дезинфекция. Дезинфекция в городе проводится на ежедневной основе. Проблема не в самом вирусе, а в высокой скорости его распространения, уверяют вирусологи. А это зависит от поведения людей. Если контакты между ними ограничить, то даже самый заразный вирус не сможет распространяться быстро. Всего в городе Нур-Султан в 317 очагах выявлено 4129 контактных лиц. Проведена заключительная дезинфекционная обработка в 309 очагах. Это 90,4%. Дезинфекционная обработка продолжается. С момента начала регистрации коронавирусной инфекции всего было закрыто на карантин, в том числе карантинная зона 48 объектов в городе Нур-Султан. Это жилые комплексы, административные учреждения и другие объекты. Введение жесткого режима карантина в Китае оказалось хотя и запоздалым, но эффективным решением. Сразу после введения карантина рост числа новых случаев инфекции прекратился. Власти, где началась эпидемия, начали заколачивать двери жилых домов, чтобы люди не могли их покинуть. Также эффективным оказалось массовое перекрытие дорог, когда желающие нарушить карантин были лишены такой возможности. Так же поступает у нас. Если бы европейские страны ввели карантин сразу, а не спустя несколько недель, это тоже уменьшило бы количество жертв. Полагают вирусологи. Бауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42